Путешествие по Вселенной вместе с Европейским космическим агентством Исследования ведутся, чтобы понять, откуда мы все взялись и каково наше место в космосе Это своего рода большая игра, в которой участвуют мудрые дяденьки-ученые Они все пытаются понять, как развивается система, состоящая из планет Многие вопросы, поставленные исследователями, касаются возникновения так называемых экзопланет Или тех, что находятся за пределами Солнечной системы Среди научных организаций, пионеров такого рода поиска, Женевская обсерватория Именно там работает астрофизик Мишель Майер Один из инструментов, которыми мы активно пользуемся, ведя наблюдения за экзопланетами, называется ЭЛАДИ ЭЛАДИ относится к группе так называемых телескопов предыдущего поколения Размер ее зеркала не очень большой, менее двух метров Если ученые предполагали, что экзопланеты существуют, то доказать это практически они смогли лишь в 1995 году Когда Мишель Майер с Дидей Келозом обнаружили доселе никому неизвестную и нигде не зарегистрированную планету Они ее назвали Пегас-51Б На самом деле, мы вначале полагали, что это звезда 51 в созвездии Пегаса Мы подумали и решили, что назвать ее так все же будет интереснее, чем, к примеру, HD-214 Чем она замечательна, кроме того, что стала первой из обнаруженных экзопланет? Тем, что она прототип своего рода большого семейства планет Семейство, которое принято назвать горячим Юпитером Ее масса близка к массе Юпитера, но находится она на орбите одной из звезд У нее довольно короткий цикл обращения, чуть более четырех земных суток В Солнечной системе подобных нет Но тут сразу возникает второй вопрос А всегда ли Солнечная система была такой, какой мы ее знаем сегодня? Всегда ли скорость вращения планет была одинаковой? Ответы на эти вопросы и помогают найти те, кто исследует экзопланеты Мы предполагали, что схожие солнечные сообщества планет либо могли существовать, либо существуют И в этом смысле расширению знания способствовало обнаружение экзопланет которых на настоящий момент известно не более пяти сотен Они гораздо более разнообразны по структуре, по размеру, по массе чем те, что присутствуют в Солнечной системе Мы можем видеть, что меняется не только облик планеты но и срок ее обращения вокруг звезды и форма орбиты И, особенно, некоторые планеты с орбиты, которые не находятся в Солнечной системе Так или иначе, это все тот же поиск новых форм существования жизни Мы ищем схожие условия, схожую структуру Но пока, и это надо признать, мы ничего, что напоминало бы нашу Солнечную систему в космических далях обнаружить не смогли несмотря на то, что интенсивные исследования продолжаются вот уже 15 лет Изучение идет полным ходом но у нас пока отсутствуют четкие критерии поиска Более того, ищут то, что находящимся в распоряжении специалистов научным инструментарием и увидеть-то нельзя Способ обнаружить планету основан лишь на математической модели и сложных вычислениях орбиты, которые были открыты Мишелем Майером и его коллегами Мы знали, что их обнаружить могут лишь математические формулы а также имевшаяся в нашем распоряжении спектроскопия, в частности, эффект Доплера Именно сопоставление фундаментальных исследований с прикладными и привело нас к этому открытию Ученым удалось высчитать количество световых лучей, которые падают на экзопланету когда она, следуя по орбите, на некоторое время заслоняет звезду, вокруг которой обращается Данные были получены с помощью спутников В частности, с тех, что были запущены французским космическим агентством в сотрудничестве с европейским космическим агентством Миссия называется КОРО С помощью КОРО мы выяснили, что происходит, когда экзопланета заслоняет звезду И, исходя из тени, которая из этого возникает, мы можем довольно точно определить размеры звезды Ну, а затем вы продолжаете вести наблюдения за звездой с помощью имеющихся в вашем распоряжении телескопов Но для таких наблюдений требуется, как их принято называть, очень большие телескопы, расположенные на территории Европы и Южной Америки Сложность научной задачи выражается поговоркой о поиске иголки в стоге сена Также можно сказать, что вы хотите разглядеть маленькую монетку на поверхности Луны А потому что трудно даже представить расстояние, которое отделяет нас от этих планет А мы ищем такую вот монетку на орбите, к примеру, все того же Юпитера и Солнечной системы Что из себя представляет Юпитер? Самая крупная из планет, входящих в Солнечную систему, она состоит из газа Ее размер превышает размеры Земли в 11 раз Землю Юпитер разделяют 800 миллионов километров Спустя 15 лет после обнаружения первой экзопланеты Удивительно констатировать, какой мощный импульс получило развитие фундаментальной науки Мы можем наблюдать удивительное богатство идей, в том числе и прикладных Сегодня нашу задачу я вижу в том, чтобы разобраться в уже имеющейся информации Которая касается астрофизических наблюдений Нам требуется многое понять в тех процессах, которые в итоге привели к формированию Солнечной системы К тому же, как признаются специалисты по изучению экзопланет Подобные открытия помогают еще больше отточить технику ведения научных исследований Сегодня мы уже научились выстраивать технологические цепочки такого рода работ Мы работаем неторопливо, идем шаг за шагом И, как мы считаем, в один прекрасный день сможем полностью сложить эту головоломку Я имею в виду, к примеру, и обнаружение следов жизни на экзопланетах Да, следы жизни и, может быть, сама жизнь, но в какой форме Сегодня ответ на этот вопрос не знает никто Но это не значит, что он не будет найден рано или поздно В обозримом или сравнительно далеком будущем КОНЕЦ КОНЕЦ